Зерна к соломе меняется. И плюс еще все знают, что нельзя допускать сегодня, когда пшеница ложится. Это уборка, уменьшается скорость проведения уборки. Плюс стекание, плюс нет пророчивания зерна. Одни плюс, плюс, плюс. Можно убирать очесом, можно и прямым комбиниром. Тут уже руки у нас развязаны. Ну, это вот финальная, как она все выглядела. Значит, как мы формируем урожай? Первое, делаем почвенную диагностику. После уборки предшественников, ну, вы видели там, горок, у него подзоночек, отбираем почву, смотрим. Ну, сегодня же, скажу так, можно и не делать, потому что примерно уже понимаем, примерно эта цифра сильно не меняется по фосфору, калью. А азот, это зависит от предшественников. Как правило, 30 килограмм есть вещества, осень мы вносим, чтобы хватило, как раз, и бактерия. И вдруг, если затяжная осень будет, чтобы наша пшеница не начала жалтеть и тому подобного от нехватки. Азот развивалась до ухода в зиму. Поэтому весной делаем всегда продуктивную влагу. Вот сегодня уже сделали, потому что пшеница у нас в этом году не камни год. Она вегетирует и прекращается. Падалица яровой ячменя зашла, не помезла, не говоря уже о горохе. Поэтому в этом году вот этой промежуточной культуры, наверное, вегетировали бы и гибели бы не было. Честно сказать, не смотрел, но думаю, что и подсолнечник падалица возимая пшеница тоже не вымерз. Потому что один или два дня было минус 8. Ну, это такая пороговая температура, что скорее всего выжил. Значит, дальше отбираем на общий азот и по горизонтам смотрим, где он находится. Почему это делаем? Потому что многие не учитывают, где ваши корни осенью. Потому что часто бывает 20 сантиметров промокания у нас, а дальше сухая земля. То есть корни, если осенью вы сформируете, они никогда не идут глубже. Поэтому нужно четко понимать, где располагается нитратный азот. Мы берем до метра по слоям 0,10, 10, 20, 20, 30, с шагом 10 сантиметров. Видим, где он находится. И плюс аммонийный. То есть считаем сумму и дальше уже прогнозируем, как выражались, насколько нам замахиваться. Потому что приход у нас нестабильный, может быть, может не быть. А продуктивный мы уже сегодня видим в среднем 120-140 в этом диапазоне у нас есть. В прошлом году было 200. Вот как бы так. А дальше ведем подкопки, разбрасываем путем. Сегодня, чем мы занимаемся, тоже с Еврахимом расписали полевой опыт. Все-таки коллега передо мной сказал, что у нас еще не столько большинных остатков. Потому что кукуруза 10 тонн и пшеница наша, карлик, 7 тонн. Немножко разные колеса большинных остатков дают. Но все равно мы видим проблему, что разбросом первый подкорм еще не возникает проблем. А во втором, когда почва подсыхает, уже всегда нужно смотреть под дождь или во время дождя. А чтобы это решить, мы сегодня с Еврахимом связались и хотим перейти и вернуться к нашему доброму, старому проверенному кассу. Когда-то мы от него ушли. Потому что технологически было вносить, хранить. Логистика. Проблема. Перешли на разброс. Быстрее, проще. Но понимаем, что это связано с потерями. Теперь хотим вернуться в комбинированную серию плюс кассу, чтобы во-вторых подвергнуть к плюсе. И джентрами, и укалыванием, там, в эквилайзер сегодня вот это. Тут туман наш выпускается. То есть, ну, орудие какое будет. Ну, в принципе, должен быть, что касс и укол. Потому что здесь руки развязываются. Все-таки под... Паширные остатки нужно наносить. Это правильный подход. Не всегда его... Мы над этим уже года два-три думаем. Ну, это инвестиции. Это... Есть сомнения какие-то. Ну, лишь получается. То зачем идти куда-то. Поэтому решили пойти таким путем. Мы с Еврахимом связались, совместно полевой опыт они сдают препараты. Мы, значит, закладываем и потом смотрим, что получится. То есть, через год я смогу рассказать, что из этого вышло. То есть, что мы получили. Прибавку. То есть, или уменьшили, или экономика у нас лучше стала. Вот от этого действия. Потому что, интересная тема, это жидкий авиак. Но с ним очень много проблем. Логистики, внесения и тому подобного. И вот этот КАС. В принципе, это темы живые, темы нужные. Но к ним нужно, как раз, подойти. Подойти, посмотреть, все просчитать. Где-то адаптировать. И тогда двигаться, может быть, вперед. Вот мы этим сейчас занимаемся. Вот. Это табличка. Это то, что мы получили. За счет, через все знают, наверное, 7 дней хлеб должен стоять. Потом идет физическая потеря. За счет влажности. 14-я влага молодежь, или 8-я. Плюс, не дай бог, дождик попал. Матура уменьшилась. Стекловидность ухудшилась. И тому подобное. Ну, каким путем решать? Ну, наверное, увеличить рабочий день. Ну, наверное, можем до какой-то предела. Ну, сутки не можем молотить. Второе. Купить кабально. Ну, наверное, тоже неэффективно. На 10 дней брать их два раза больше. Нанимать тоже дорого. Ну, решили. А давайте вот посмотрим. Вот все эти сорта, где пищат, они, в принципе, по урожайности один-два центра, там разница. Ну, что они нам дают. То есть, начинаем со стана. Со стана. Я знаю, что убираем 500 гектаров. Полторы тысячи нужно его посеять. Потом подойдет в ром. Ну, наверное, его есть там 6 тысяч можно посеять. Две с половиной, чтобы 5-6 дней этих молотить. И как раз подойдет Юга Алексеевича, и мы этим сортами закончим. И у нас получается, что мы меньше 13-й влаги не молотим, не теряем урожай на счет низкой влаги. Плюс у нас нету полегшего, плюс, потому что под дождик, если попали, если, когда вы сами, если не хуже меня знаете, если дофилатические спелости зерна не опустилось, и один дождь, то практически никаких изменений не проходит. А если уже на 12-й влаги дождь накрывает, то все сразу обеспечивание, натура уменьшается и тому подобное. Поэтому мы как бы вот так вот решили, на то количество подготовленных механизаторов, комбайнов, разложили и все. Поэтому что, ну, здесь вот я уже говорил, вот, химобработка, регуляторы роста. Это риги, хлорид мы работаем 1 литр, ботус работаем 0,2 и хэм. Это вот, о чем я говорил перед этим, сейчас я спрашиваю, какие препараты, 5-е, 10-е. Это вот на полях, которые мы тест-драйвили. Сегодня мы, как у нас элемент технологии, это вот химобработка, регуляторы, это августовский препарат, 1 литр, это у нас уже как не обсуждается. Мы работаем. Второе, вот, модус и хэм, это пока смотрим на демонстрационных посевах, да, работаем, тест-драйв, ну, смотрим. Нужно, не потому что досисует средств, денег, но и тенденция к тому, что, скорее всего, вот это будет в этом году, наверное, дать. Потому что я вижу, что в той влаге на 7 тонн у нас не хватает по приходу, а сократить растение на 10-12%, значит, как бы я добавлю. Поэтому, что еще бросалось, ну, не смотрите, тут старый проверник, колоссаль, это не значит, что его написали, но колоссаль уже у нас не применяется. Мы сейчас ракурсом, спиритом работаем, по зимой пшенице, это тоже августовские препараты, ну, прекрасно работают. Это вот террасом, тоже прекрасно, это вот в чеке я увидел, и попробовали, и, в принципе, тоже у нас он применяется. Это, кто не знает, так скажу, микроудобрение с аминокислотами, потому что, ну, не хочу останавливаться, что такое аминокислоты, что такое карбамид через лист, что такое через аминокислоту, штука хорошая, работает, поэтому, если нужно быстро помочь растению, вытащить его из стресса, то лучше препараты, в принципе, я не говорю, что это террасом должен быть, может быть аминокат, может быть там вуксал, там много на рынке сегодня хороших препаратов, которые все, они, в принципе, работают. Ну, то есть, это фишка, как бы уже из последнего, то есть, что сегодня применяется при управлении посевы. И вот тут уже последняя табличка, последняя табличка, как бы, вот как мы смотрим здесь, вот они, эти все сорта, которые испытывались у нас. Вот, этнос, анко, трио, вид, стан, колы, вживо, гроб, гул, хлебород, это таки как, тихо, и вот в Чехии, сецессия, погемия, 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 это просто для себя посмотреть. Вот, первое, что мы делаем, это считаем биологическую урожайность, по методику книжка, то есть, они нам или помогают урожай делать, или нам говорят, как, ну, у нас уже агрономы, семеноводы обучены, делаем. Вы просто на этом элементе, ничего не делая, а теряете. То есть, вот, предстоит, уберете 82, а вам не убрать 87, если бы убрали 14-я была. Поэтому это сюда, это управленческий просчет, ошибка какая-то, и потеря идет. Вот она, натура. Вот она, натура. Я считаю, прекрасно, натура вся за 800-е, где работа технология. В товарных посевах, когда мы не работали микроэлементами, аминокислотами, защита была у нас там одноразовая, фульгицидная, мы 748-160, натура радовались, и чуть ли уже сами не верили в Сиато, что, ну, климат у нас такой, запалый, поэтому мы не можем получить натуру. На самом деле, у нас не было сбалансировано полной меры питания и проведена защита. Также, вот показатель хороший, вот этот протеин, вот, вы видите. Здесь есть лидеры, которые тут, и Саул старый проверенный, но, видите, у него протеин. Поэтому, если кому нужен протеин, вот он, 16-й, как говорится, и урожайность, ну, урожайность 74 центра, как бы, не совсем, наверное, до. И вот последнее, я же перед этим говорил, что мы смотрим, а кто оставил после себя влаги, потому что поле рельефа ровное, берем продуктивную влагу во время, по каждой делянке, ну, в базовой вегетации, потому что я считаю, что у нас последний месяц, когда еще влага у нас накапливается, это март месяц, мы стараемся в конце марта отобрать продуктивную влагу, а дальше уже идет только потеря, потому что растение вегетирует, приход уже нестабильный, поэтому там у нас цифры практически, ну, сильно не гуляют, можно списать на погрешность. У кого-то общих хозяйственные расходы, аренда земли разная, поэтому, как бы, как бы, как бы. Вот так я вот видел, выглядит Алексеевич на сегодняшний день, в прошлом году. Это, как бы, мне он нравится, то есть все фазы регуляторами, когда работаешь, нужно не по нашей шкале, как агронома учит, первый этап, там, второй, третий, четвертый этап, а именно по задоксу. Это международная шкала, значит, рельефе вносится 29-31. 29-29 это конец вкущения, конец вкущения, по-нашему, начало выхода трубку. Там, как определяется, берешь пинцет, скальпик или лезвие, и от узла вкущения первое международное должно подняться не больше одного сантиметра. Вот это фаза. Как мне объяснить, для чего мы делаем? Мы, говорят, на неделю, это потом, я был на День поля, Азов приглашал весной, мы, как бы, у них техники набрали, они проезжали на День поля, смотрел фермеров. Тоже это подтвердил, работает, и они объясняют, как. Вот эта обработка не идет, чтобы не полегало. Эта обработка идет за задержки на неделю растения. Растения боковые сильнее делаются, побеги, доминанта не так развивается. И плюс увеличится число членников в колосе, потому что в этот период колос закладывается, какой-нибудь большой, маленький. Каждый день дополнительно дает длину колоса. Вторая обработка модуса, 0,2-0,4, идет. Она идет в 33-й паттерн. Когда второе междоузлие, оно еще не вылезло на поверхность, но оно уже оторвалось. От этого второе оторвалось. Вот мы его укорачиваем. Что здесь достигается? Не ложится. Не ложится. Соответственно, уборка проще пронесет. И третья обработка, это идет в 39-ю фазу. В 39-ю фазу. Это когда флаг вышел, и голос, я так образно говорю, начинает с пазуха появляться. Вот это где-то в посевах не бывает, потому что все они одинаковые. 39-я фаза. То есть доминанту мы сажаем, самое высокое междоузлие, последнее мы короче его делаем, и направляем, перераспределяем пластические вещества на подгон, как мы называем. Подгон, подсеем, то есть делаются колосса более-менее выродные. Но все это надо делать не на зарушенных посевах. Если вы будете сеять 5 миллионов, то вот эта вся технология работать не будет. Потому что мы сеем 3,5, на семенных посевах мы сеем на делянках 60, 80, 100, 2 миллиона. Ну, нам же говорят, мы же вам даем оригинальные, это же суперсемена. То есть, ну, наверное, может быть. Хотя мы видим, что, в принципе, изреженные посевы даются уже результат. Вот как бы так. Поэтому. Херк. Херк. Илья Николаевич. Значит, в Европе действует вещество Этифон. В Европе и называется, то есть, вот так, сейчас вспомню. Церок. Начал искать, у нас и нашел. Аналог выпускает, щелоком цель, щелоком химпром. Прекрасно работает на ячмене, никакого полигания, перестояния. Но ограниченно выпускает, если кто хочет брать, заранее заказывает. Я в этом году думал, да, что там успею, мне там комиссию надо. Кинулся. Вот у нас хозяйство было, забрало. Не на складах, не нашел. Пришлось там хоть комиссию со склада принесите, привезите мне на опыты. Какой церок. Вот как бы так. Хэмп, это действует вещество Этифон. Вот, вот, это щелоком цель. В Европе он цероком. У нас не зарегистрированы. У нас его нет. Ну, вот, есть. Рейки, Агустовский. Флор, есть СЦЦ. Тут, как я говорю, есть ритоцел. То есть, а здесь ущество одно и то же. Поэтому, кому что нравится, берите. Пробуйте, понравится. Будете. Ну, картина, как подстрижка посева. Кто был на полях и видел. Там, где не ходил опрыскать, где выше. Руанны, там, где палочку налажили. То есть, мы в этом направлении движемся. Все, время пожимаем, дорогие коллеги. То есть, смотрите. Ага.